Приветствую всех! Продолжаю свой так называемый марафон, в котором мы с вами вместе выстраиваем для себя фундамент для успешной коммуникации в любом контексте с любым собеседником. Прозицию, о которой я сейчас хочу поговорить, я заимствую из работы Вернера Эрхарда. Это человек, который начал заниматься тем, что сейчас принято называть трансформационным образованием. Первый источник всего и вся, что мы сейчас имеем в этом направлении. Пока есть возможность поучаствовать в курсе, который сейчас проводится в открытом формате, Вернер является одним из авторов, одним из инструкторов этого курса. И вот в октябре 2019 года мы едем туда с русскоязычной группой, сейчас занимаемся подготовкой, я буду делать синхронный перевод в процессе курса. Если вам это интересно, если вам это имя что-то говорит, переходите по ссылке в описании, смотрите информацию, пишите ваши вопросы и присоединяйтесь. Итак, продолжаем. Одним из коммитментов, одной из приверженности Вернера является пересоздание смысла того, что такое быть человеком. И одна из позиций, которую он предлагает, это так называемый you and me world. То есть это мир, в котором и мне, и тебе, где есть и я, и ты. И я возвращаюсь к нашей коммуникации, это о том, чтобы примерить на себя такой способ быть, в котором вы действительно даете возможность быть и себе, и другому. Где мы смотрим на такой аспект нашего человеческого бытия, как фундаментальный интерес, вопрос фундаментальной важности. Понятно, что в любой разговор, в любые серьезные переговоры, в любую какую-то casual беседу, в любое обращение к кому-то за помощью или просто вот разговор, когда мы делимся чем-то, мы вступаем с каким-то намерением. И мы всегда чувствуем, что мы знаем, что нам здесь важнее всего. Тем не менее, если придерживаться исключительно такой позиции, договориться только о такой цене на наш продукт, или договориться только о таком графике взаимодействия, договориться о том, что в итоге происходит так и никак иначе, давайте посмотрим на то, сколько у нас свободы в этой коммуникации, если мы привязаны к определенному исходу, такому и никакому больше. Что делать? Я сейчас не буду говорить про всякие дзенские отпусти, там все люди-братья. Давайте просто смотреть на очень конкретные позиции, которые мы можем на себя примерять и смотреть, что у нас получается на уровне того, кем мы являемся, на уровне того, что мы делаем. Итак, если я аутентично допускаю, что все мы люди изначально устроены каким-то определенным образом, так вот биохимически, психофизиологически, я могу увидеть, что на самом деле фундаментальные интересы, то, что нам на самом деле важно, те интересы, которые скрываются за тем, что мы, как правило, проговариваем, да, за нашими желаниями, за видением того, как должна выглядеть наша жизнь, чего мы должны или хотим добиться в той или иной ситуации. За этим всем скрываются фундаментальные потребности, фундаментальные интересы. Если мы начинаем с той позиции, что даже если в предстоящем разговоре мы сталкиваемся с оппонентом, даже если мы изначально видим эту ситуацию как конфликт интересов, хотя он вовсе не обязан быть конфликтом, об этом я поговорю в отдельном видео, то давайте попробуем примерить на себя позицию, когда мы имеем дело с людьми, мы находимся в мире, в котором выиграть действительно, да, то есть мы вообще уберем слово выиграть, в котором возможно быть и мне, и тебе, где есть место для и моих, и твоих интересов. Прежде всего потому, что если мы будем глубоко и долго копать, а может быть и недолго, мы увидим, что фундаментальные интересы у нас на самом деле одни и те же. Вот это вот классно поупражнять в разговоре с человеком, которого вы считаете врагом, или с человеком, с которым вы считаете у вас абсолютно разные ценности, интересы или что-то. Попробуйте поупражняться просто вот наедине с собой, допустить, что на самом деле вас объединяют общие фундаментальные интересы. Какие? Поэкспериментируйте с этим. Что вам на самом деле важно в жизни? Что вам на самом деле важно в результате этой ситуации? А зачем вам именно этот исход? Что будет тогда? Да. На самом деле ему важно просто оказаться в определенном состоянии, да, или ему там на самом деле важно, чтобы тот человек и этот человек были с ним в каких-то вот таких отношениях. То есть если мы посмотрим на фундаментальные интересы, прежде всего на свои, разберемся с тем, зачем нам именно такой итог этой коммуникации, да, и увидим, что под этим всем лежит фундаментальный интерес, который, как правило, у всех людей сводит к ощущению счастья, к ощущению принадлежности друг к другу. Примерьте вот такую вот позицию и посмотрите, каково будет ваше намерение в этой коммуникации. И ощутите, что, возможно, вы дадите себе свободу не аутентично не быть привязанным к какому-то одному только конкретному исходу этого разговора. И как это будет для вас работать. Здесь опять напомню о том, что, когда мы говорим о своих фундаментальных интересах, мы помним о том, что, будучи тем же человеческим существом, эти фундаментальные интересы будет иметь и наш собеседник, когда-то оппонент, да, как мы его изначально будем воспринимать. И вот в коммуникации, в разговоре, если дать себе задачу освободить себя немного от привязки к какому-то конкретному исходу, например, там, цена на продукт или цена за его услуги, которые вы хотите от него получить, или какая-то ваша договоренность о коллаборации, а задачей для себя поставить дойти до уровня фундаментальных интересов и увидеть, что еще возможно для нас, чтобы это было и мне, и тебе. Не вот этот вин-вин, который как бы вот предполагает то, что выигрываешь, там мы ни во что не играем, мы здесь говорим о том, что мы все объединены какими-то фундаментальными интересами, которые, в общем-то, все сводятся к одному для людей. И если нам удается дойти до этого уровня с позиции и ты, и я, и мне, и тебе аутентично, вот обратите внимание на то, в какой позиции у вас будет больше свободы. Если мы вообще уходим от риторики, там, болей, боев, сражений и всего прочего, не ради какого-то игры в мир, да, а именно сильной позиции, что мы люди, что нас фундаментально многое объединяет, и ты, и я, и мне, и тебе возможно. Я аутентично не привязана только вот к этому внешнему исходу разговора. Мне аутентично важно что-то большее в этом, сохранить мир. Аутентично важно находиться в открытых отношениях. Что станет возможно, если я буду заходить в коммуникацию с такой позицией? Это может быть в семье, это может быть в разговоре с маленьким ребенком, который, казалось бы, ничего там еще не понимает, и вы лучше знаете, что ему нужно. Это могут быть какие-то разговоры, как хотите отклонить какие-то требования к вам, что это обязательно будет конфликтным. Примерьте на себя позицию и мне, и тебе. Примерьте на себя позицию приверженности, дойти до уровня фундаментальных интересов и придумать, как, какими способами мы можем прийти к тому, чтобы и мне, и тебе было хорошо, и мне, и по противоположной стороне все подходило. Вот. Я благодарю вас за то, что вы посвятили время этому видео, за то, что вы меня послушали. Еще раз напомню, что все, что я говорю, не стоит воспринимать как философию философию или какую-то концепцию, важно брать это и отмечать в своем опыте, как это выглядит, как это работает лично для меня. Я буду очень признательна, если вы поделитесь в комментариях тем, что удается открыть, а, возможно, теми ситуациями, которые удалось прожить иначе, будет очень здорово. Если хотите участвовать в подобных разговорах, пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о предстоящих видео и, надеюсь, увидимся с вами в следующий раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok